Ну, то есть, вот эта идея называется гордость. Гордость идёт от того, что человек в жизни получил то, что он не может переварить. То есть, есть хорошее, то, что ты не можешь переварить. Чувство, собственно, достоинства сходит вверх, человек слепнет. Начинает себя переоценивать, думать, что ему всё нипочём. И становится слепым. Этот механизм ослепления использовали в боевых искусствах древних. То есть, человек, если хочет победить противника и видеть, что тот слаб, душевно слаб, то он показывал ему, что он боится его. Ну, и тот начинал наглеть, как бы вести себя очень активно, агрессивно. И при этом терял концентрацию внимания и бдительность. И в этот момент, когда эта потеря происходила, тот неожиданно лишал его счастья. Так действует судьба тоже. Она сначала человеку даёт какой-то успех, человек начинает радоваться этому успеху и теряет себя. Ну, например, вот человек начал бизнес. Вот что хорошо для него, что плохо. Вот если ему очень трудно этот бизнес развивать, и он всё время как бы чувствует трудности, и он постоянно боится вкладывать деньги, это хорошо. Но если, не дай бог, ему повезло, и у него всё пошло классно, дальше что он делает? Он берёт большой кредит, да? Вот он говорит, ну, понеслась! И в этот момент что судьба с ним делает? Лишает его всего. Лишает его всего, правильно. Почему? Потому что так судьба разрушает гордых людей, их неправильное поведение. И так чувство собственного достоинства уходит вверх, называется гордость. Как выглядит гордый человек? Он внешне вроде бы красивый. Он такой весь из себя. Особенно вот эта красота действует на противоположный пол. Например, гордые собой девушки, они нравятся парням. И гордые собой парням не нравятся девушкам. Но это «нравится» опять же означает глупую вещь, потому что это «нравится» имеет очень поверхностную природу. И привлекает поверхностных людей. Точно так же гордый человек привлекает гордых людей. Ну, представьте, к вам привлеклись с вами только гордые люди. Как вы с ними будете бизнес делать? Как вы с ними будете дела делать? Они вообще невменяемые. У них нет тормозов. Они не слышат ничего. То есть гордый человек может делать только то, что ему нравится. Он больше ничего делать не хочет и не может. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...